Семинар с предпринимателями республики, которые ежегодно привлекают к работе иностранцев, сотрудники УФМС проводят в преддверии сезона масштабных строительных работ. Особый акцент делается на изучении изменений федерального миграционного законодательства, произошедших с начала года. Разбираются проблемные вопросы, которые у нас складываются в рамках правоприменительной практики, а также повышается профессиональный уровень работодателя в работе с иностранными гражданами. Квота иностранной рабочей силы, задействованной в Бурятии в этом году, составляет 979 человек. Еще около 500 иностранцев найдут работу по резервной квоте. Строительная компания, в которой трудится Ирина Шурыгина, привлекает к работе зарубежных специалистов уже более 12 лет. У нас нет достаточного количества квалифицированных работников в строительной области, и часть незамутых вакансий мы покрываем за счет иностранной рабочей силы. По мнению руководителей предприятий, от местных жителей и гастарбайтеров отличает дисциплинированность. Также бурятская УФМС напрямую работает с иностранцами, которые будут трудиться у физических лиц. Сегодня в Доме Дружбы Народов сотрудники миграционной службы принимали заявление на выдачу трудовых патентов у представителей узбекской диаспоры. Преодолевать языковой барьер помогали руководители культурных национальных центров. Вот, например, сразу два месяца, три месяца можно? Можно, можно. Одной квитанцией, две и три тысячи. Это для вас удобнее? В центре Гудрова это очень удобно. То есть ты считаешь, что вот это правильный шаг? Ну, конечно, очень правильный и верный. Напомним, что финансовые средства, собранные у ФМС за оформление и выдачу трудовых патентов иностранным гражданам, уже пополнили республиканский бюджет на 24 миллиона рублей. Алексей Унагаев, Сергей Костенко, Новости дня. А сколько ты ей вообще? Так.